Микс Ньюс. Добрый день. В эфире радио Болтком. Прямая линия. И с нами на связи российский историк Наталья Нарочницкая. Здравствуйте, Наталья Алексеевна. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Наталья Алексеевна Нарочницкая, руководитель Европейского института демократии и сотрудничества, который работает в Париже, президент Фонда изучения исторической перспективы, доктор исторических наук. Проведу прямую линию я, Ольга Авдевич. Со мной в студии моя коллега-журналист Наталья Захарьят. Эту беседу мы проводим в сотрудничестве с журналистами Международного медиаклуба «Формат А3». Мы анонсируем нашего гостя и тему заранее в интернете. К нам поступают вопросы. У нас уже есть вопросы из Латвии, Литвы, Белоруссии. И тему мы определили «Европа накануне перемен». Наталья Алексеевна, в 2016 году, это получается 4 года назад, у вас была очень интересная лекция. Она называлась «Европа накануне неотвратимых перемен». И мы сегодня хотим на эту тему поговорить с вами, исходя из сегодняшнего момента. Потому что ситуация с коронавирусом реально ускорила эти перемены. Вот интересно ваше мнение о текущих событиях с точки зрения историка и исторической перспективы. Вот что мы видим, что сейчас происходит. Эпидемия вдруг обернулась, эпидемия борьбы со своей историей. Вот последние события во Франции, да, сносят Бюст-де-Голю. В Америке крушат памятники отцам-основателям, Колумбу. В Англии, в Праге, в Будапеште оскверняют памятники Черчиллю. В России происходят попытки либералов занизить роль победы над фашизмом и так далее. Вот вы как историк, как вы видите эту картину? Да, это и горько, и страшно. И хочется так и сказать, Европа сама в себе уничтожает всё великое, изящное и святое. Это слова Константина Леонтьева. Сказано ещё, между прочим, больше ста лет назад. Что бы он сказал сегодня? Да, нынешняя ситуация с эпидемией, с кризисом экономическим, она, конечно, проявила, насколько неспокойно на самом деле положение в Америке, которое представлялось очень многим в мире, как оплот такого ровного, стабильного, замечательного процесса, в котором каждый приехавший может найти себе место, заработать денег. Ну, о плавильном котле, правда, давно уже перестали говорить. Это только первое поколение иммигрантов в Америке, из Италии, скажем, Голландии, из Германии стремилось стать хорошими американцами. А вот уже третье поколение ищет свои корни, восстанавливает свои национальные праздники, любит свой язык и так далее. То, что мы видели в Америке, оно перекинулось в Европу, и это говорит о том, что в западном мире в целом действует некая такая всё-таки постмодернистская идеология, которая приводит к таким взрывам и к такому радикальному пересмотру до основания за тем, какая у нас была вот где-то в 1916-15 году, накануне Великой Оксиабольской социалистической революции. И участвует в этом интеллигенция. И не просто участвует. По вопросам общественного мнения, проведённым в Америке очень серьёзным одним центром, проанализированные взгляды на историю и на необходимость от неё отказаться у тех, кто считает себя либералами, активными либералами по профессиям, по возрасту. И выяснилось, что чуть ли не большинство вот таких людей хотя выступает за то, чтобы чуть ли не поменять вообще название Соединённых Штатов, там флаг и так далее. То есть угар такой вот, общество упало в такой вот угар тотального неиспровержения устоев. Но началось-то это не сейчас. Вы знаете, ведь всё взаимосвязано. Когда ведущие СМИ в Европе, в Америке абсолютно стоят на постмодернистских позициях, выступают за попрание религиозных и традиционных ценностей, то есть превозносят как главный критерий демократии парады сексуальных меньшинств, когда в любой религии это считается отклонением от нормы, что не значит, что нужно бросать в тюрьму тех, у кого это отклонение. У нас у всех есть какие-то грехи. Во всяком случае, нельзя провозглашать это равным и равночестным норме. Вот в чём разница между сегодняшним днём и тем, как это было в библейские времена. А это всё тоже присутствовало тогда. И вот когда это всё началось, это тянет за собой другое. Философия постмодернизма и вот такой политический гомосексуализм, как мы с моим коллегой англичанином Джоном Локкландом придумали термин, это философия тотального освобождения человека от любой системы ценностей и связей, религиозных, национальных, государственных. Это человек-гражданин мира, живущий по принципу «где хорошо, там и Отечество», у Бибена и Бипатрии, и для которого даже пол, его богоданная суть — это социальный конструкт, который он сам имеет право создавать. И идеологи этого совсем сами-то совершенно обычные люди. Поэтому это прежде всего революционная постмодернистская идеология, но она приводит к тому, что человек становится рабом своей плоти и гордыни. То есть гедонизм, христианская Европа, которая доказала миру и показала, что вера, Отечество, честь, долг, любовь в своё время были выше жизни, и за это борцы, за эти великие ценности отдавали жизнь на эшафоте. Именно это создало Великую Европу и Великую европейскую культуру и героическую литературу. Вот всё это, оказывается, теперь не нужно. Не нужно. Но ведь что останется тогда? Вот я хочу напомнить о судьбе Римской империи, классической, Древнего Рима. Древний Рим вырвался вперёд тогда по технологиям, по социальным таким законам, что ли, на просто целую эпоху. Это было государство, где до сих пор мы пользуемся водопроводами, которые построили римляне. Там был водопровод, там были термы, там был Колизей, там была демократия, форум. Но они были гедонистами, они погрязли в наслаждении пороками и их завоевали. Буквально в одночасье в историческом сравнении варвары, для которых не нужно было ни виадук, ни термы, ни бани, ни какие-то продвинутые удовольствия и никакая демократия. И что мы видим в Европе? Такая Европа рухнет, она не сможет противостоять вот этому воинствующему радикальному фундаментализму, который проявляется там уже среди мигрантов, которые тестируют на прочность европейскую цивилизацию. Кстати, недавние события пожар в Нанском соборе. Ну вот, во-первых, уже отменили, что это был пожог. И надо сказать, что я как раз ездила с нашими вестями, с Ольгой Скобеевой, на освещать пожар в Нотр-Даме. Мы ночью прилетели, и утром, переодевшись в аэропорту, прямо поехали на место. И я должна сказать, что если французы, большинство и плакало много, мы видели людей, и вставало на колени на молебен, то мигранты радовались. Если бы вы знали, какие в соцсетях были надписи, эти посты, или посты, как сейчас называют, и мне присылали их, это ужасно совершенно. То есть, и я считала, вот тогда я выступила с этим, что это вот знак сверху для европейской цивилизации. Если она больше не хочет быть христианской цивилизацией, ей уготована судьба вот такого пожара. И мы видим, вот в Нанте это тоже произошло. Но попробуй там, обвини, там же неполиткорректно реально смотреть на вещи. Я помню, что когда какие-то консерваторы или националисты нарисовали поросячью рожицу и наклеили на стол рядом с мечетями, в мечети, то министр внутренних дел сказал, что мы не позволим оскорблять чувства наших граждан, мы найдём и всё. Когда же в Авиньоне какие-то постмодернисты поместили на выставке якобы художественных произведений фотографию распятия погружённого в горшок с мочой и были демонстрации христиан, то было сказано, что у нас свобода художественного самовыражения. И когда кто-то подошёл и разбил молотком витрину и удалил эту фотографию, его схватили и осудили. Наталья Алексеевна. Потому что борьба с христианской верой, по-моему, зашла сейчас уже, вышла на какой-то очень серьёзный и очень такой закамуфлированный всякими демократическими постулатами уровень. В продолжении нашей темы мы постараемся очень быстро и сжато попросим вас ответить на максимальное количество вопросов. У нас в продолжении вашей мысли вопрос из Белоруссии. Полина Сивчик, Минск. Как повлияла эта эпидемия коронавируса на расстановку сил и настроений в Европе? И насколько получается у тамошней элиты контролировать сегодня политический ландшафт? На самом деле мы видим сейчас безусловно кризис внутри европейских отношений. Я не не склонна так сказать прогнозировать вот сейчас взорвётся Евросоюз рассыпется. Конечно нет. Они очень повязаны все экономически, финансово это серьёзно. Но то, что они в кризисе это совершенно очевидно. Страны оказались один на один в общем-то с этой тяжёлой ситуацией. Кстати, выяснилось, что медицина на Западе хвалённая, потому что приехать туда на обследование, лежать в приличной палате и быстро всё очень тебе сделают и по субботам и воскресеньям все лаборатории работают, больницы они отпускают тебя домой, хотя ты платишь и так далее. Она оказалась не готова, потому что это не медицина катастроф, эпидемий и кризисов, какой была задумана в своё время советская медицина по механизму мобилизационных возможностей и так далее. Да, у нас поэтому и больницы были почти, знаете, как военные госпитали, палата на многое количество человек, нам это уже не нравилось очень, и, конечно, это дополнить с такими более современными условиями, но сама мобилизационная возможность, сами мобилизационные возможности у нас оказались выше. Там, это в Италии, оказалось, Италии на 50-м каком-то месте по количеству коек на 100 тысяч населения, можете себе представить, а Россия была на 5-м, 12-м году, ну, конечно, до оптимизации в кавычках, которую тут некоторые, значит, пытались провести. Тем не менее, и этот кризис, он проявил вообще, так сказать, недовольство. Вот эти, это всё надо смотреть в комплексе. Вот в демонстрации жёлтых жилетов, которые коронавирус позволил, так сказать, погасить, и этот, ну, импульс что-либо, возбуждение, энергетику, так сказать, погасить. Но они же, начавшись по поводу определённому, переросли в протест против того, что народ не понимает, как функционирует демократическая экономическая система. Они требовали глобальных каких-то перемен и структурных каких-то процессов, которые шли. И Брюсселем недовольны практически все граждане. Он превратился из, как сначала хотелось и надеялись было, такого инструмента взаимопомощи, даже не взаимопомощи, а мобилизации вот этих разных возможностей с тем, чтобы каждый что-то привносил, и это помогало каждому, не теряя своей идентичности, двигаться вперёд и развивать свои национальные традиции, ценности, свой способ производства. Брюссель превратился уже в какой-то тормоз, такой бюрократический нарост, который диктует, что делать. Помните, в советское время у нас как раз в Прибалтике мы туда стремились попасть, там были вкусные пирожные, но сколько же им приходилось протестовать, чтобы им рецепты не утверждали, понимаете, где-нибудь в министерстве союзном и так далее. Так вот, теперь Брюссель превращается уже в такую структуру. Дальше Соединёнными Штатами ухудшается, Трамп ведёт себя откровенно бесцеремонно, считает Европу таким обеспеченным тылом для проведения широкой евразийской стратегии давить Китай, а Европа должна просто подчиниться, у них испортились отношения. Наталья Алексеевна, вот... В общем, кризис налицо и идёт кризис, я бы сказала, партий традиционных. Во Франции это очень ярко проявляется. Полный разброд партии, которую, ну, помнят, как партия Сарказир, республиканцев. Там нет ярких лидеров совершенно. Полностью вообще упадки социалисты, вот Аланта после него, они же такие ничтожные проценты собрали вот на несколько лет назад и так далее. А другие партии, система настолько стала костной и не хочет допустить, немедленно наклеиваются ярлыки радикалов, каких-то там популистов. Если стоит упомянуть о национальных интересах, всё, это популисты, это право-радикалы, с ними нельзя вступать в коалицию, это позор и так далее. То есть система пытается оградить себя от любого привнесения чего-то нового. К сожалению, при демократии, ну, мы знаем, это везде какие-то элементы этого есть, чтобы попасть в систему, пройти какой-то особый уже такой тоннель, который создан. Но там это сейчас просто налицо оказалось, понимаете. Сколько ни демонстраций не проводится, наплевать власти, она перестала на это реагировать, проталкивается не мытим, так катанем всякие реформы, которых народ не хочет. А Бруссель диктует, если вы это не сделаете, не повысите цену на бензин, экологический налог, значит, вот не получите чего-то такого. Вот и желтые жилеты сбунтовались, потому что из-за сокращения производства и переноса в Восточную Азию люди там добираются до работы 100 километров, а то и больше ежедневно. Для них цена на бензин это просто огромная статья в бюджете. Ну вот поэтому будет впереди еще очень много таких и тяжелых переговоров, и взаимных упреков, и деления мы видим Европы на вот те классические пять крупных стран, и все, кого потом приняли очень быстро специально, чтобы против Советского Союза, а бывшие соцстранные скороспешно приняли, чтобы предотвратить хоть какие-то формы реинтеграции хотя бы какой-то экономической с новой России. Вот они как бы в стороне от этих процессов, они пунтуют, им невыгодно то, что делает Брюссель, и Польше не все выгодно, хотя она русофобская, но это совершенно очевидно, что сельское хозяйство в Польше это 40% населения занято, а если Брюссель будут диктовать цену на картошку, то что они будут делать? Венгрия бунтует, там все-таки консервативные ценности, это католики, ну, в Италии то же самое, все новые партии в Италии, кто следит, знает, как их обличают все традиционные СМИ, что это и радикалы, что это и популисты, что вообще с ними нельзя иметь дело и так далее, и так далее. В общем, кризис системы и, я бы сказала, кризис демократии. Такое впечатление, что золотой век демократии прошел. Наталья Алексеевна, еще один вопрос из Белоруссии о будущем Европы. В общем-то, Игорь Потапчик, город Гомель, в оппозиционных белорусских СМИ стали говорить о том, что идея союзного государства себя исчерпала и надо расторгнуть прежние соглашения. Как вам кажется, есть ли будущее у союзного государства? Да, вы знаете, вопрос, он и сложный, и простой. Я считаю, что другого будущего просто у наших стран нет. И если Белоруссия думает, что она может быть ну как-то на самом деле избежать либо использования ее уже откровенно против России или стабильного существования, но в каком-то союзе с Россией, то это невозможно. Белоруссия нужна Соединенным Штатам и Западу только как приближенное враждебное государство России. Вот и все. И быть служебным элементом в такой стратегии, мне кажется, это унизительно, если Белоруссия за все эти 30 лет уже выдержала, держится достаточно стабильно. У нас в России вообще считают все, что в Белоруссии такая стабильность и такая предсказуемость в отношении завтрашнего дня, что можно позавидовать нам русским. И, конечно, есть игра между элитами, это всегда так. Есть игра внутри, простите, я знаю аналитику, и внутри самой белорусской даже про-государственной элиты, внутри правящей группы, совсем вроде бы формально неоппозиционной, там есть свои коалиции, свои, так сказать, играя с западом и против запада и так далее, не хочу называть имен. Но что касается оппозиции, то, мне кажется, такой вот серьезной базы для того, чтобы выбрать враждебную России, прозападную ориентацию, ну просто Белоруссии нет, и она ничего не принесет. Что Белоруссия, сами подумайте, вот чем может быть нужна Белоруссия Евросоюзу, Брюсселе и Соединенным Штатам? Что она может им дать, кроме плацдарма против России? Мне кажется, это совсем неинтересно. Наоборот, надо выстаивать и против попыток навязать какие-то безнравственные и противные морали традиционные вещи, явления легализовать и так далее. Надо выстаивать, надо бороться за свои национальные интересы. Меня не удивляет, что и президент белорусский борется за каждую копейку в цене на газ. Это нормальное отношение, но надо же понимать, что иного будущего. Чем Белоруссии плохо-то вообще сейчас? Это же просто даже странно. Для нас Белоруссия как-то в СМИ, что это оплот стабильности и такого медленного и поэтому кстати стабильного без срывов, без катастроф движения вперед. Спасибо. И во второй половине нашего часа мы постараемся более коротко успеть ответить на вопросы журналистов. Вот у нас от газеты сегодня вопрос. Журналист Наталья Лебедева интересуется, как вам кажется, обретет ли Европа в ближайшее время собственный голос или по-прежнему останется вассалом США? Сможет ли создать первый прецедент, дав отпор угрозам Америки, заблокировав Северный поток 2, а также отстоять свои ценности в противовес разгулу перевернутой действительности, которую мы видим сегодня в США? Не закладит ли ее в той или иной степени это безумие? Вот каковы ваши оценки? Мы о безумии уже поговорили, конечно, я должна сказать, что в Европе на самом деле больше консерваторов, чем можно судить, читая главные газеты, журналы, СМИ и телевидение. Просто все командные высоты заняты постмодернистами. Надо сказать, беда в том, что уже воспитанный за 20 лет последний такой круг элиты, что переделать их мировоззрение быстро это довольно сложно. Да, Европу мы сейчас слышим такие робкие, но все-таки голоса такая, фронды идет. Я не верю в том, что кишка у них будет настолько крепка, чтобы они очень серьезно давали бы отпор Соединенным Штатам, но все-таки в отношении северного потока мне кажется, что здесь вместе мы победим, потому что такие миллиарды вложены и европейскими компаниями в этот проект, что просто, вы знаете, Америка Америкой, но денежки это серьезно, и потом это настолько выгодно той же Германии прежде всего и другим, ну, если навязывать откровенно и просто беспардонность Соединенных Штатов, это даже не кнута и пряник, это чистый кнут, он все-таки иногда порождает совершенно обратную реакцию, вот, и у Европы все-таки есть, ну, вот я все-таки конечно мало верю в то, что слишком вот это поколение элиты, оно слишком привыкло вот быть в связке с Соединенными Штатами, а новых, как я уже говорила вот только что, они обличают тут же как радикалы, как популисты, с которыми нельзя иметь дело, а Германия как раз может заявить о себе, Германия как такая, знаете, фабрика Европы, где сконцентрированы главные, в общем, промышленные мощности, она ведь легче переносит любые кризисы, кто много производит, тот всегда, пусть не без трудностей, но преодолевает все кризисы, и так далее, там, где экономика покерная, чисто банковская, вот там кризисы ударяет, вот, и у нее есть возможности противостоять, они не погибнут совершенно, но для этого нужны, так сказать, воля, прежде всего, национально-государственная, не ядерное оружие, вообще-то Америку так уж прямо делает таким вот боссом всего мира, эмиссия доллара, вот что и главный инструмент, ядерное оружие не для того, чтобы им воевали, это смерть для планеты, это оружие, чтобы им бряться только, чтобы не... И следующий вопрос от газеты «Суббота» поступил. Елена Смехова спрашивает, практически во все эпохи Запад относился к России предвзятой, искал в ней врага. Чем вызвана эта неприязнь и закончится ли она когда-нибудь? Что может послужить триггером, который изменит ситуацию? Триггер – это кнопка, спусковой крючок. Спусковой крючок – это курок, на самом деле. Да, это очень правильное замечание, я в своих книгах как раз пыталась проследить всегда вот это давнее, извечное, подозрительное отношение к России. Вот по мере от Руси до превращения, от Московии до превращения в Российскую империю в Советский Союз Западный, тогда это была Европа, всегда относилась к нашему пути с какой-то такой особой скептической ревностью, которая свойственна, я вот вам скажу такой свой термин, разошедшимся членом некогда единой семьи. Я имею в виду семью апостольского христианства, потому что до расковы на католичество и православие, в общем, мы были едины в христианской вере, в толковании и так далее. Европа, мы шли по пути реализации христианской идеи в земной жизни, но по-разному, у каждого из нас были свои грехи и свои, наоборот, достижения. На мой взгляд, только вместе западная Европа, латинская христианство, его остатки и возрождающаяся православная культура России могут вместе придать импульс в целом вот всей нашей когда-то христианской Европе для того, чтобы в будущем веке, в котором будет соперничество между другими цивилизациями, между прочим, они напирают и они демографически очень сильные становятся. Иначе нам не найти этого импульса. И многие консерваторы, особенно во Франции, где я хорошо это знаю, они наоборот с надеждой смотрят на Россию. В Германии мне даже на одном конгрессе подошел человек и сказал, а можно будет эмигрировать в Россию, если у нас в школах уже окончательно заставят писать родитель номер один и родитель номер два. Говорят, у вас вот единственные, где вот сохраняются еще семейные ценности, и вы единственные в христианском мире, которые не побоялись устами президента и парламента, открыто заявить, что будем защищать традиционные ценности. Вот. И мы знаем, что вот в 17 веке вот какие-то труды, например, Бодена, пять книг о республике, там вообще о России как о какой-то синериальной монархии сравнивают ее с Турцией, то есть даже не знают, очень мало знают на самом деле о России. А с теми, кто знает, они, как правило, в Россию влюбляются даже. Вот. И ну я не наивный человек, безусловно, пропаганда сейчас огромное имеет значение. Люди мало читают, мало думают, они в интернете питаются вот этими постами людей, которые сами черпают свои знания из того же интернета. Поэтому, но работать надо, надо завязывать связи, надо вот эти стеклянные стены непонимания и незнания друг друга рушить. Для этого существуют вот такие всякие организации в руши нашего института в Париже, который сейчас приостановил свою деятельность, но он существует, просто будет ситуация лучше, и мы запновим эту деятельность. Но я получаю письма. Как раз в тему журналист из Литвы Александр Шахов. За счет чего, на ваш взгляд, можно было бы повысить эффективность выступлений российской стороны во время международных дискуссий на исторические темы? Не пора ли прекратить заниматься только ответами на выпады оппонентов? Может, нужно и самим формировать повестку дня? Ну, это такое, мы все так считаем, безусловно. И я бы не сказала, что сейчас уже вот так прямо мы только отвечаем, как это было в 90-е годы или даже первое десятилетие уже последнего нашего столетия. Я считаю, что очень недаром так ополчились на, скажем, Russia Today и Sputnik, потому что они очень, я бы сказала, тонко, правильно, среди абсолютно такой понятной информации дают и альтернативные точки зрения, побуждают мысли, побуждают интерес к сопоставлению фактов, привлекают внимание к фактам и так далее. И вот я, мой опыт дискуссий, который мы устраивали каждые вообще 5-6 недель в течение почти 8 лет, больше даже, они привлекали очень много людей, нас уступали бывшие дипломаты, иногда журналисты, профессора из разных университетов, вот скажем, идет семинар там из Кенского университета, из какого-то университета Гога Гроция и один наш какой-нибудь профессор и так далее, авторы книг, которые там известны были, эти дискуссии очень интересны. Да, нужно иметь целую команду способных к полемике людей, которые способны на языках, понимаете, вот с переводчиком совсем другое дело, вот когда вы дискутируете, у нас все на французском происходило, а я сама, если я выступаю где-то в Германии, я выступаю на немецком, если я где-то в Брюсселе, я на английском выступаю, но не так много у нас людей, которые хорошо владеют историческими знаниями, пишут, занимаются этим, посвятили свою жизнь профессиональную этому, которые могут на языках дискутировать. Это очень важно, очень важно. Это прав совершенно, вот коллега, задавший этот вопрос, нужно свою повестку дня, и особенно вот по войне это просто уже дошло до какого-то подлого обсужда. Вот по войне такой вопрос. Александр Малныч, историк-журналист, об оценке Второй мировой войны. Вот, как бы вы прокомментировали выступление министра иностранных дел Германии, он признал Германию единственной виновницей развязывания Второй мировой войны. Вот, уточним для радиослушателей, что это была статья в журнале Шпигель, авторы, вот, министра иностранных дел Германии и директор института современной истории. И они, вот цитата, что постоянно предпринимаемая в последние месяцы перед Днем Победы попыткам таким бесстыдным образом переписать историю требует от нас, немцев, ясной позиции, которая, собственно говоря, вообще не нужна в свете непреложного исторического факта. Только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну. Вот это они говорят. Тем не менее, продолжают звучать на международном уровне обвинения в адрес России. Ну, как так? Да, я вообще, можно сказать, посвятила последние 20 лет борьбе против таких институаций. И моя первая книжечка «За что и с кем мы воевали», где именно, ну, вернее, в научных трудах у меня еще в 2000 году там идет полемика именно вот с этими вот нынешними тезисами, а там четко совершенно было сказано, что Запад, во-первых, ему стыдно, что он сдался, я имею в виду Европу, понимаете, она капитулировала, она капитулировала, там, знаете, в энциклопедии написано «Данил Гитлер оккупировал такого-то числа», понимаете, и так далее. Это, наоборот, поднимает мои глаза в герои сопротивления, но в целом-то в гитлеровской армии было немало представителей тех стран, в которых именно вот герои сопротивления гнили фашистских застенок одновременно, это и были французы, которые сражались в Берлине, защищая бункер Гитлера, даже так, они обижаются, патриоты французские, когда я об этом, но это тоже факт, вот, Советский Союз, пытаются отвести вот Мюнхенский сговор, вот я очень много в последние два года новых документов подняла и с чешскими историками, и милым воральщикам, в частности, очень советую статьи, вплоть до стенограмм заседания ночного пражского правительства, когда ему тематумы Франции и Англии представили. Мюнхенский сговор положил начало, можно сказать, гитлеровской уже открытой экспансии на восток. Франция и Англия заключили сразу после этого декларацию о ненападении с подтверждением нерушимости границ между Францией, скажем, и Германией, что открывало поле экспансии только на восток. Дальше. Прибалтийские страны отказывались и Польша от любой конфигурации какой-то системы коллективной безопасности направленной против Германии непреложные документы абсолютно живые и есть и так далее. Советский Союз предлагал помощь Словакии в ответ Бенешита. Вот Западу хочется это забыть. Когда был печальный юбилей Мюнхена, я выступала как раз в чешском парламенте, была конференция, кстати, очень хорошо принято было это, то на Западе так чуть-чуть. Надо к чести историков сказать, что осуждают историки на Западе вот эту чемберленовскую политику. Но им важно объявить спусковым крючком и тем самым триггером именно вот этот договор о ненападении между подписанным Молотом и Риббентропом, который на самом деле ничего не изменил в планах Гитлера. Объясняю. В апреле, 10 апреля 1939 года Гитлер уже установил дату нападения на Польшу 1 сентября. А 17 апреля Советский Союз вновь обратился к Англии и Франции с предложением реальной коллективной договора безопасности, который бы ограничивал гитлеровские амбиции. Нет, отказ, отказ. До 1 августа вообще еще только водили нас за нос и так далее. Поэтому совершенно более того, вот Путин в своей статье процитировал выступление лорда Галифакса, а я его тоже читала, у меня в книге есть, он говорил, что Советский Союз никогда бы не продлил, если бы Гитлер первый этого не сделал, не говоря уже о том, это слова Галифакса, что вот эта линия разграничения прошла именно там, где, как предлагала Англия на Версальской конференции, и Пилсуцкий наотрез отказался. Польша захватила в 20-м году Белоруссию и Западную Украину, и на Западе это не считается преступлением века. А когда Советский Союз восстанавливает территории Российской империи, утраченной только из-за гражданской войны Пилсуцкого, и что он должен был отдать на растерзание Гитлеру вот те вот земли, населенные белорусами и украинцами, ну, вы знаете, это с больной головой на здоровую. Не говоря уже о том, о какие инсунации, что мы, поскольку у нас тоталитарное государство, а война-то, оказывается, была не за жизнь народов, а за американскую демократию, сейчас говорят, а государство-то наше, каким бы оно ни было, беда случилась тогда с Отечеством, а не с государством. Государство-политический институт всегда греховно и несовершенно, и нынешняя Россия греховно и несовершенно, и до революции греховно и несовершенно, и так далее. Но Отечество вечно нам угрожало не просто, ну, уступить часть материального состояния, потерять, как и всем, кстати, и полякам, и прибалтам, и латышам, и эстонцам, превратиться в свинопасов и горничных без языка, культуры, перестать быть нациями вообще. Поэтому я раз благородно и вскипела, как волна. Вот у нас вопрос от Татьяны Фаворской, главы русского общества в Латвии, о русском образовании. Вы сказали, ваш немецкий коллега решил, что он переедет в Россию, если там уж совсем все будет плохо в плане гипертолерантности. Россия в основном выражает сожаление, а возможно ли какие-либо другие виды реагирования на это явление? Татьяна Фаворская и Латвия. По моему мнению, у нас, к сожалению, часть Евросоюза и какие-то, ну, скажем, методы политического и прочего давления достаточно ограничены, но они, безусловно, есть в государстве. Я тоже считаю, что не всегда мы применяем все, что можно. Потому что, во-первых, это грубейшее нарушение прав человека, причем и такого, вы знаете, имманентно присущего права человека получать образование на том языке, на котором он думает и себя идентифицирует как личность. Это переделка человека просто насичная. Да Гитлер такого, по-моему, не мог вообще придумать. Даже кому уподобляются латыши и эстонцы, что они думают. И одного окрика из Брюсселя было бы достаточно, чтобы этого не было. Но этого окрика не следует. Понимаете? Поэтому я с огромным уважением и почитаем отношусь к борцам за русские школы. Я хорошо знакома с Татьяной Аркадьевичей Занок. Мы с ней работали как бы на многими проектами. Дай Бог ей и другим здоровья, сил, но мы по мере возможности можем оказывать информационную поддержку. Понимаете? Об этом писать, говорить, на Западе говорить, выступать где-то. Но от государства мы действительно ждём каких-то мер воздействия. и надо перебирать эти меры и находить... Почему американцы? Чуть что находят болевую точку экономическую, финансовую, ещё чего. Они те нажимают и не стесняются этого. Хотя речь для них идёт чисто о коммерческих интересах. Просто неприлично, как на рынке. А тут речь идёт даже не о коммерческих интересах, а о правах человека, о цивилизации, о сохранении культуры. Как же Латвия себя объединяет? Потому что русская культура неотъемлемая часть и латышской культурной традиции. Следующий вопрос тоже он от главы русского общества в Латвии Татьяны Фаворской. Мы знаем такую организацию как Россотрудничество. И недавно там сменился руководитель. Эту должность теперь занимает внук Евгения Примакова. Тоже Евгений Примаков. Все его хвалят, делают хорошие прогнозы, говорят, что он молодой, талантливый. Но предыдущие руководители, а мы знаем трёх, тоже были милые, интеллигентные люди. А структура по общему мнению почему-то малоэффективна. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я хорошо знаю предыдущего руководителя, считаю, что Элеонора Митрофанова сделала очень много для того, чтобы повысить эффективность. Но действительно, сама структура как бы оставалась прежней. И, по-видимому, уже в государстве, где она работала, я во многих наших центрах культурных выступала, надо сказать, они не пустовали, там огромное количество было, всегда людей. Скажем, в Берлине там даже Эгган Барр выступал со мной. Не какие-то маргиналы, а создатели вообще новой восточной политики Вилли Бранта. Но, по-видимому, в обществах этих стран, я имею в виду, в национальных сообществах, ну, какой-то идет шлейф, что ли, отношения к советскому времени, когда еще пропаганда их внушала, что все эти структуры это прикрытие для какой-то там деятельности и так далее. Хотя это и тогда было не совсем так, и уж точно не так в последние 20 лет. Что касается Евгения Александровича Примакова, я с ним знакома, разговаривала недавно. Да, он полон энергии, он именно вот как-то хочет, чтобы все хорошее продолжалось, но как-то вот несколько вот изменить, да, вот концепцию деятельности. Это требует, это тоже не может быть сделано в одночасье, как вы понимаете. И вот поэтому по плодам увидим их и мы пожелаем им успеха. И мы всегда тоже готовы и по сотрудничеству. И, наверное, последний вопрос, который мы успеем, как Россия должна действовать в постпандемической реальности, закрыться, как-то строить по-другому отношения, может быть, в позитивном плане как-то противоотношение Америки и Китая сыграет на ослабление санкций по отношению к России. Видите ли вы какие-то позитивные моменты в этой постпандемической реальности? Ну, в сложных ситуациях даже война имеет некие, ну, можно сказать, это так смелое заявление, но не позитивные, но, во всяком случае, дают некие импулсы к возрождению, больше энергии к преодолению трудностей, больше энергии к единению народа, во всем время войны это четко совершенно, когда в одном окопе и те, кто против революции, кто за, оказывались, чтобы отечество защитить, и как раз соединили тогда, казалось бы, разорвали навек нить русской и советской истории. Ну, вот эта ковидная реальность, ну, во-первых, она еще не совсем пуст, потому что в мире распространяется энергия на очень густонаселенные страны, и вирус, он и по воздуху летает и так далее. Я считаю, что мы действительно вышли из этого, хоть и очень много людей были разозлены мерами, особенно в Москве, были, наверное, и перегибы в этом отношении, но здесь выявились тоже и слабые места, сразу, где рвалось, как бы тонко, где рвется, значит, то есть проявилось, как лакмусовая бумажка, казалось, где плохо, где хорошо, где ничего, где есть запас, где есть возможность. Вот насчет санкций я не уверена, американские санкции и Европа, она, видите, сама себя уничтожает, ей сейчас действительно отношения конструктивные, не какие-то там особые, конструктивные с Россией, а вся вот эта элита прежняя привыкла говорить вот этим языком санкций, обвинений, себя мнит перстом указующим, просто вот это, это вот, вы думаете, боже мой, христиане ли вы вообще, ну что же, не православные, потому что для нас обличение самой самих себя в собственных грехах, это, так сказать, главное, а не других, а у них, они вот мнят себя, что они имеют право кем-то назначены выдавать критерии, они правы, то есть они могут давать оценку, понимаете, там, что происходит. Наталья Алексеевна, к сожалению, наш радиоэфир имеет формат часовой, наше время подошло к концу, огромное... Огромное вам спасибо от журналистов Латвии и Литвы, у нас был еще вопрос из Молдавии, не успели задать, из Белоруссии, спасибо вам огромное, напоминаем, что это была российский историк Наталья Нарочницкая в рамках проекта «Культурная линия». Мы говорили о Европе, о ее будущем и о неотвратимых переменах, которые нас всех ждут. Спасибо, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова